Заглянул в фейсбучек, значит, заглянул в фейсбучек, посмотреть, как он там, чего там. Я даже не могу произвести формулировку, как он без меня, потому что он со мной. Значит, тыцнул я, а он мне и говорит человеческим голосом, русским языком, такая появилась плашечка, что за такой-то пост, вот вы забанены, вы нарушили там, чувак, ты нарушил нормы нашего сообщества, и, значит, на 24 часа, по-моему, там было еще написано, с последующей проверкой, значит, вы, типа, забанены, вы лишены возможности комментировать, постить, лайкать и так далее. Значит, на всякий случай еще раз ознакомьтесь с правилами сообщества, которые, если вас что-то не устраивает, напишите, значит, типа, жалобу. Перепишите ее 40 раз, будет, разошлите друзьям и будет счастье. Я почитал, я, в общем-то, не нашел, чем я нарушил. У меня были гораздо более, даже на эту тему, возмутившую меня, как человека, как блогера, с этим мануфрием, с этой украинской, не украинской, на самом деле, православной церковью. Я при всем моем, кстати, негативном отношении к церкви, нас не забанят на канале за вот это, при всем моем, как бы, негативном отношении к церкви вообще, я достаточно сдержан был в своей фейсбучной деятельности, хотя я обычно бываю дико необуздан. Вот, но при всем моем, значит, ну, в данной ситуации меня это, как бы, как это не пафосно, как гражданина возмутило, но у меня был гораздо более, скажем так, пассионарный, а по нашему, как на райончике у нас говорят, брутальнее, гораздо пост про тех же, про Ануфрия. Все равно вы это вырежете, там было пидорясы, я подписал, я был уверен, что за него, ну, то есть, если уже банят, то за него, а мем с Ануфрием, как бы, ну, достаточно смешной, там нетензурных слов практически нет, там какие-то точки. Это за что? За пост за Ануфрием, ну, мне написано, за нарушение норм сообщества. Я почитал нормы сообщества, там слова Ануфрия не находятся под табу, там ни одного из слова вообще нету, то есть, нарушение ни за что. Потом я увидел, потом уже понял, что это просто сафари. Не, ну, реально, как бы, сафари на, мне неудобно говорить про себя, ну, как это, лидер опиниум, вот, ну, маленьких, даже районных, как я, местечковых, вот, или вселенских, как тоже, опять же, я, лидеров мнений. Просто, действительно, их одного за другим начали вышибать, за последнее время это очень усилилось. И я, ну, всегда смеялся над конспирологическими теориями, но в данной ситуации, ну, ясно, совершенно вырисовывается. Там забанили Бондаря Андрюшу очередной раз, забанили Юрия Богданова, до этого банили Шрайка, бесчисленное количество раз банили Сергея, там, Иванова. То есть, банят, между прочим, не тех, то есть, кучу я постов встречаю там, долой Путина, вот, их как бы не банят, а банят тех, кто в эту вот изощренную какую-то литературную форму, кто, то есть, вот эти вещи, условно говоря, про Ануфрия, она все равно уже стала мемом. То есть, то, что входит в голову не как какая-то, прям, я же не занимаюсь пропагандой какой-то, банят вот тех, кто это облекает в художественную запоминающуюся форму, те, кто владеет языком, и то, что потом расходятся, как вот эти открытки, как мемы, как демотиваторы, оно просто расходится. Здесь же вопросов, уже авторского права нету, куча вещей ко мне, моих, мною, как бы придуманных, возвращалось же в виде красиво оформленных там демотиваторов или кого-то, либо кто-то там себе приписывал, но бог с ним. Да, безусловно, это проукраинские люди разных национальностей, проукраинские, но не тупо, но не являющихся пропагандистами, а умеющих это облечь в такую запоминающуюся форму, которая, видно, наиболее опасна. Просто действительно, ну, сафари, сейчас настоящая, как бы, сафари. Вот, например, видишь, тут кремлятские игры продолжаются. Вот человека удалили пост, не забанили, но сейчас удалили пост за вот это, за то, что он написал Евгений Гентин ценой кремлятского бану, парады прекрасный мэр. Вот смотри, тут кто-то сделал вот такую фотографию. Ануф Рикарова. Это Руслан Мороз. Свобода Евгения Гентин, как Юрия Деточкина. Мордокниговые, кремлятские. Вот, стоило только забанить Евгения Гензина, значит, Порошенко. Ой, то есть это даже пост? Ну да, скриншот поста моего. Ну как пост? Пост удалённый. Люди скриншотят. Вот, самый первый, который вот появился, стоит пора. Не украинское, масонское, ФСБшное, руководство русского этого сегмента Фейсбука, оно, в принципе, там, якобы не разобравшись, получив кучу жалоб, банят. Вот просто за что? Ты меня спрашиваешь, за что меня банят? Просто потому, что я талантливый патриот Украины. Вот за это меня банят. Этим я и опасен. А кто банщик данной ситуации? Администрация Фейсбука. Причём они пытаются, типа, обмануть, что они в Дублине находятся, вот этот русскоязычный сегмент. Но, как бы, не секрет, что этим занимаются. Вот мне такие вещи неприятно говорить, потому что от них веет конспирология. Но это уже действительно вещи изучены и доказаны. С этим Ольгина. Казалось бы, где я там, скромный житель Днепропетровска, даже непочётный житель Днепропетровска. Вот. И где вот эта Ольгина, в котором там тысячи этих ботов и так далее. Но, действительно, люди работают по инструкциям, чтобы забить, запилить аккаунты, закрыть рот вот этим таким вот людям. С одной стороны, это почётно. С одной стороны, да, можно подумать, что это маркетинговый ход. Потому что за то время, пока бессловесно, не имея возможности комментировать, что-то постит лайкать, но имея возможности наблюдать. Ну, то есть, групповуха происходит, а ты в ней не участвуешь. Но за это время, там порядка, там больше 500 подписчиков у меня прибавилось, пока я был за сутки в бане. И вот этот вот мем, люди оказывают, есть такая вещь, как скрины. Я даже иногда думаю, что Моисей, в своё время носиная, не скрижали, передал, а скрижали. Потому что скрижали, оказывается, гораздо более действенные, нежели скрижали. Вот. Оказывается, мой пост этот очень сильно заскриншотили. Друзья разные и незнакомые. И он всё равно стал гораздо более известным, нежели до бана это произошло. Но задача была тут не с Ануфрием. Кому там, Господи, кому там всрался этот митрополит Ануфрия, или патриарх, или кто он там. Да, за слово «встрался» я не извиняю, за слово «метрополит», да, прошу прощения. Вот. Вопрос был в том, чтобы забанить меня просто как одного из тысяч, не самого большого по количеству, но достаточно внушительного. И вот попался на глаза этот пост, якобы, может быть, там, хотя у меня там даже не было слова «патриарх», ну, Ануфрия и Ануфрия. Да я боюсь, что вообще Фейсбук мне как ночному сторожу скоро предложит, сутки через двое, знаешь. С точки зрения какой-то вот такой внутренний механик, физиология, это полезно. В принципе, это полезно. То есть… И посты, но посты. Какие-то дневнички, ну, терял их, записывал, терял. Фейсбук, как бы, я на нем не зарабатываю, я на нем… Хотя уже предложения там… У меня тебя сегодня поступают? Да, нет, предложения уже постоянно там поступают. Мне недавно поступило предложение, я не буду называть фирму «мебель», там слово «попа» есть в названии фирмы. Вот, мне мебель уже предлагают, лекарства. Я не говорю о каких-то даже политических предложениях, там, каких-то партий, которые поступают. Но я, как бы, для меня это достаточно вопрос принципиальный. И, кстати, были… Получили либо предупреждение, либо были, опять-таки, выпилены люди, которые меня поддержали и перепостили этот пост. И кто-то даже написал, Шрайк, по-моему, написал, что с Гендиным стало опасно связываться. Вот. Я испытал противоречивое чувство. С одной стороны, тут действительно пафос, сопли, сейчас розовые потекут у меня. Очень большая поддержка. Но я не ожидал. Я особо… Я не могу просчитать статус. Я особо на этот статус. Мне приходит в голову, я пишу. И даже и не ставил. Вот. Но действительно, то, что люди поддержали, и даже, как… Может быть, даже это немножко ребяческий, но знак протеста начали писать. Там, Ануфрия, Ануфрия, там, это Саша Ройберт, художник, там, там, Рома Шайк. Это может вылиться. Вопрос, на самом деле, как это… Мы же, как люди воспитанные, мы же патерналисты, у нас же есть лидер, Марк Сукерберг. На самом деле, вот, ожидают, что в ночь с 14 на 15 Украина должна провести незабываемую ночь с Марком Сукербергом. И я надеюсь, что эта ночь будет, что оргазм получит и Украина, и Сукерберг. Там есть вопрос, который уже собрал 40 тысяч лайков, просто с криком души. Там же было самое-то главное, там некий Григорий, по-моему, Купершмидт, вот он написал Сукербергу вопрос, как бы, от лица Украины. Там и приложил фотографию. Была фотография девочки, маленькой девочки, не в курсе, которая получила медаль за своего отца. И эта фотография была забанена якобы с припиской «обнаженная натура». Там просто девочка, естественно, совершенно одетая, держит медаль отца. То есть это как бы верцинизма. И если, с одной стороны, это же не государственная контора, Сукербергу же никто не прикажет, условно говоря. Это его, в общем-то, это частный бизнес и так далее. Еще, с одной стороны, это действительно площадка очень эффективная и очень, как бы, нужная площадка. Почему еще? Вот это сентиментальный подход или нет? Но я знаю, что мой Фейсбук просто, ну, людям гласной и негласной пользы начинает с времен Майдана много приносит. И эту площадку, конечно, ну, терять как бы не хочется. Поэтому вопрос самореализации важен, как бы, здесь, но еще вопрос его, вот, какого-то общественного резонанса. И чем это закончится? Там, я знаю же, что Порошенко даже обратился. Ну, если он унизит и Порошенко, там, где я, мистер Сукерберга, смотрели, вопрос об украинской администрации Фейсбука. Украинская администрация, это же уже большой, увеличивающийся, динамичный, как бы, сегмент украинских пользователей Фейсбука. Ну, ее нет, ее не существует. Да, ее не существует, украинская администрация, хотя, ну, это опять-таки, как многие на Западе смотрят. Ну, а Украина, это что, это Россия? А Днепропетровск, это Донецк и так далее. Я не знаю, с другой стороны, я надеюсь, что вот этот вот сафари, который сейчас, и все-таки шум, который сейчас поднялся, я надеюсь, что он, как бы, привлечет внимание, ну, я не думаю, ну, Сукерберг же не ватник все-таки. И я думаю, что такие вещи неизбежно, на самом деле, я, как бы, не буду раскрывать подробности, хотя ничего в этом нет, но, как бы, мы сейчас, звучит очень распальцованно, но мы, чуть не сказал топовые блогеры, мы великие блогеры, как сказать, мы блогеры, у которых достаточно много нас, так, мы человек под 10, у которых достаточно много подписчиков, сейчас между собой, ну, всякие варианты рассматриваем. Есть предложения, да, они пока, кто-то технические предложения, кто-то, там, концептуальные, ну, каких-то, не то, чтобы запасных площадок, но если действительно уйдут сразу люди и уведут с собой, ну, сотни тысяч подписчиков, то это, я не говорю, что прямо он заплачет и, там, намочит штанишки и сразу, ребята, вернитесь, но, по крайней мере, это будет резонансная штука. Такие вопросы, потому что так долго, так продолжаться оно не может.